Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Юрий Аксёнов, это геймплейный обзор на игру Project Parkour. Как вы, наверное, догадались из названия, это симулятор паркура, и сейчас мы на него посмотрим. Давайте я вам быстренько покажу, что есть в настройках. Вы можете настроить графику, как её уровень, так ещё и добавить эффект размытия. Но эффект размытия я вам добавлять ни в коем случае не рекомендую, потому что слишком оно, ну, не очень выглядит. В общем, давайте начнём играть. Расскажу я вам, что здесь у нас имеется. В общем, чтобы открывать следующие миссии, вам необходимо укладываться в отведённое время, и тогда вы сможете разблокировать следующую трассу. Пока трасс не так много, но разработчик уже в скором времени обещал добавить новые. Я думаю, в принципе, этих трасс вам хватит на первое время, потому что проходить их будет не так-то легко. А это игра что-то типа, наверное, хардкорного платформера, только, естественно, выполненного в 3D. Вам необходимо лазить по крышам, различным каким-то непонятным местам и собирать специальные чекпоинты. Что касается управления. Из управления у вас есть два стика. В общем, это, наверное, классика уже любого 3D-экшена на, собственно, мобильных операционных системах и на консолях. А тут-то это управление было позаимствовано. Помимо всего, это у нас есть кнопочка спринта, чтобы бежать быстрее и тем самым легче преодолевать различные препятствия. Кнопочка прыжка и кнопочка подката. Всё, больше никаких элементов управления не существует, но есть различные хитрости. Например, вы можете с помощью кнопочки спринта бегать также ещё и по стенам. Иногда это очень даже пригодится. А в плане графики игра выглядит, в принципе, симпатично. Мне оформление полностью нравится. Немножко отдалённо она напоминает Mirror Age с ПК, но всё равно по своей сути игра от неё немножко отличается. Не буду я сейчас тут бежать по стене, слишком это опасно, но в следующий раз я вам обязательно это продемонстрирую. Бежим, собираем все чекпоинты. И чекпоинты также, сказать, являются определёнными метками, которые должны вас привести к выходу. Поэтому, собственно, выход это и есть переход на следующий уровень. Чем вы дальше будете продвигаться, тем сложнее будут появляться препятствия. И вот, на мой взгляд, первая миссия, вот там есть обучающая миссия, а есть первая. Вот первая миссия намного, наверное, сложнее, чем эта. Но, по крайней мере, играя в эту миссию, я два раза уже не уложился в отведённое время. И по этой причине, к сожалению, проиграл. Поэтому нужно быстро думать, быстро преодолевать препятствия. И тогда вас, думаю, будет ждать успех. Игра, на мой взгляд, очень крутая. Понравится многим игрокам. Даже далёким, наверное, от темы паркура. Ну, по крайней мере, о паркуре слышали все. Все знают, что это. Все это видели. И, наверное, поиграть на своём Android-устройстве в это, в принципе, интересно. Потому что паркур в реальной жизни очень опасен. Можно убиться и больше никогда не играть в мобильные и компьютерные игры. В общем, игру я вам однозначно рекомендую. Она крутая. Конечно, присутствуют небольшие баги в виде проваливания в текстуры. Но это, в принципе, незначительная проблема. Она попадается редко и никак не отражается, в принципе, на геймплее. Поэтому рекомендую вам игру Project Parkour. Бегите, качайте, играйте и попробуйте пройти все миссии. Ну и не забудьте поставить палец вверх под видео и, конечно же, подписаться на канал. Продолжение следует...